Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В селе Субсех прошел субботник. На месте сгоревшего ДК будет парк. Незаконную рекламу – долой! Юровский натурпродукт. На селе возрождается производство. Футболисты Анапы – лучшие в крае. В Субсехе на месте сгоревшего Дома культуры и на смежном участке в минувшую субботу прошла уборка территории. Позиция главы города однозначна. Там будет место отдыха, а не очередной магазин. Активисты, студенческий отряд, общественники и жители села поддержали мэра Анапы и присоединились к субботнику. В Субсехе высадился студенческий десант. Учащиеся в вузах молодогвардейцы откликнулись на призыв о помощи – убрать территорию рядом с мемориалом. Весной здесь высадят деревья, кустарники и благоустроят территорию. Рядом с памятным местом строительства не будет. И это не должно вызывать сомнения, заявляет глава Анапы. На этом месте все хотели бы, чтобы был орбит сквер. Когда у нас был Сергей Павлович Сергеев, в парковой зоне назначил парк. И теперь здесь будет сквер. Работы будут продолжаться. Мы будем стараться, чтобы всем было бы удобно проживать в Субсехе. Таких мест у нас мало, и мы рады, что их становится больше. Рядом работает техника. Местные депутаты оказали содействие. Дали трактор. Этот участок решение мэра Анапы снял с торгов. Об этом он заявил на планерном совещании. Кто придумал в Субсехе на месте рядом с отзаревшим ДК сформировать земельный участок, опубликовать сообщение о его предоставлении с видом разрешенного использования в магазин? Вот у кого в мозгу эта идея возникла? Каким будет будущее благоустройство, покажет архитектурный проект. Жители вносят свои предложения. Архитектор Денис Военков даже разработал примерную схему и принял участие в субботнем мероприятии. Оказываю содействие в соревновании парка со стороны общественности. Я нарисовал примерную схему, потому что мои окна выходят напротив. Я вижу, как люди ходят по этим склонам, по этому полю. Вижу, как строятся естественные дорожки благодаря местному населению. Я предложил примерную схему развития этого парка. Очередная суббота проходит под эгидой Дня здоровья. В этот раз все необходимые сельчанам врачи приехали сразу в три населенных пункта Субсехского округа. Субсех, Варваровку и Суко. Почти 300 человек получили консультацию узких специалистов. К жителям приехали именно те врачи, доступ к которым затруднен в населенном пункте. Так, в Суко более востребованы терапевт и акушер-гинеколог, варваровки, невролог и эндокринолог. А в Субсехе больше нуждались в кардиологе, педиатрии, офтальмологе и терапевте. Сегодня День здоровья проходит в Субсехском округе. Мероприятия пользуются у населения способом, потому что это уже не первый раз проходит. У нас был кардиодесант, у нас был День здоровья весной проходил. Люди могут за один день пройти, как говорится, консультацию нескольких специалистов, тем более в свободное время, суббота, выходной день. И приезжают как раз самые востребованные специалисты. У нас в амбулатории много своих специалистов узких, поэтому мы постарались, чтобы были те специалисты, которых у нас нету, которым, как говорится, нужно людям ехать в город и ждать очереди. А сегодня они могут пройти это в порядке живой очереди. В следующую субботу медицину с доставкой на дом получат жители Гайкадзорского сельского округа. Глава Анапы Сергей Сергеев провел прием граждан по личным вопросам. Николай Шкипарев пришел к главе Анапы с рассказом о споре с соседом. По мнению заявителя, судебное решение о восстановлении межевых границ между участками исполнено с нарушениями. Проследить за тем, чтобы все было по букве закона обязаны приставы, пояснил глава города. Пройти судебную инстанцию необходимо Михаилу Федосеенко. Как говорит заявитель, в 2011 году сотрудники администрации города сделали ошибку в документах. Исправить эту ошибку, если она была, без решения суда невозможно. Прием по личным вопросам Сергей Сергеев ведет каждый понедельник. Предварительно записаться можно в отделе по работе с обращениями граждан. Расположен он в здании администрации, вход с улицы Крымской. Если заявитель пришел со своим вопросом впервые, то его запишут сначала к начальнику профильного управления, а затем к заместителю главы. И если проблема не найдет решение, то следующий шаг – прием главы Анапы. Будущий сезон в Анапе будет жарким. Делегация нашего города вернулась с Сочинского международного туристического форума с хорошими новостями. Ожидается наплыв туристов. По оценке экспертов увеличение может составить до 40%. Турция в связи с последними событиями безвозвратно потеряла свои позиции. Крупные туроператоры уже начали предлагать отдых на Черноморском побережье. По системе «Все включено». Чтобы запустить механизм, качество сервиса должно повыситься. Представителями туриндустрии Краснодарского края на совещании с помощником президента Левитина было внесено предложение о введении единого билета, по примеру единого билета, который работал на Крым в 2015 году. Мы понимаем, что у нас может быть в этом году повышенный поток туристов, но в связи с тем, чтобы не произошло головокружение от успеха, просто у нас поднялись цены, а не при улучшении качества сервиса и оказыванных услуг. Но это будет тогда последний нормальный год, потому что второй раз люди к нам не поедут. Очень высокий ценник, очень низкий уровень обслуживания, поэтому мы сейчас начинаем с Нового года проводить обучающие семинары, будем проводить встречи с представителями турбизнеса по поводу улучшения качества оказываемых услуг и повышения сервиса. Но надеемся все и уверены в том, что мы анапчане сможем встретить достойно своих гостей и, соответственно, проводить их так, чтобы на следующий год они к нам вернулись снова. Пенсионеры Анапы уже готовятся к наплыву туристов. Они даже разработали свой проект «Заповедными тропами». Это своеобразная экскурсия по заповеднику «Утриш», где сами энтузиасты выступят в роли гидов. Презентуют они свою идею на первом всероссийском форуме серебряных волонтеров в Санкт-Петербурге в начале декабря. Анапские пенсионеры – вот уже третий год активные участники этого движения. За их плечами Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира в Казани и много других мероприятий международного уровня. Наш город не просто город для того, чтобы приезжали только дети семейные, хотя это основное, потому что уникальные пески, наше море. Об этом, наверное, мало кто знает. Соответственно, и по экологии тоже уникальный совершенно климат. Не хуже, чем в той же Турции или Болгарии. Но как-то так все узнают только о том, что море и детский курорт. А хотелось бы, чтобы об этом узнали больше. Собственно, вот одно из причин, вернее, даже не причин, а желание рассказать, ну, больше того, что, наверное, обычно знает россиянин. Улицы поселка Ветедева пестрят объявлениями, предлагающими деньги взаймы, аренду жилья и даже услуги асфальтирования. Вот только размещена такая реклама на заборах, стенах домов и столбах с нарушением правил благоустройства курорта. С незаконной рекламой борются сотрудники сразу двух управлений – муниципального контроля и ЖКХ. В этот день на одной из центральных улиц поселка от незаконной рекламы были освобождены 10 столбов. Точное количество незаконных рекламных сооружений и информационных материалов на данной территории даже счету не поддается. К демонтажу привлечены городские хозяйственные службы, дорожники и управляющие компании. По телефонным номерам, указанным в объявлениях, как правило, говорят, что реклама им не принадлежит. Расклейки занимаются в темное время суток, без свидетелей. Нарушителей поймать за руку сложно. Специалисты дорожных служб отмечают, что демонтированная реклама вновь появляется на прежнем месте буквально через несколько дней. Это специально установленные металлические конструкции с баннерами, отдельные плакаты или таблички, которые зачастую вешаются на столбы линии электропередач. Демонтаж таких конструкций большого труда не составляет. С нарушителями на курорте будут неустанно бороться. Работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций на дорогах курорта будет продолжена. Тем временем ДТП с участием пешеходов по-прежнему остается острой проблемой. За 10 месяцев этого года на территории города-курорта зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 17 человек погибло и 51 получил ранения различной степени тяжести. Следует отметить значительное ухудшение дорожной дисциплины самих пешеходов. Тревогу вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма. За текущий период зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в том числе 4 по их вине. И к другим новостям. Возрождение сельхозпроизводства – главная на сегодня задача. Рынок сбыта анапские аграрии всегда найдут среди жителей курорта и предприятий санаторно-курортного комплекса. Год назад в селе Юровка открылась птицефабрика и уже уверенно вытесняет импортных конкурентов. Один из ярких примеров развития предприятий сиххознаправленности, которое встало на ноги исключительно при поддержке муниципалитета – хозяйство по производству куриных яиц в Юровке. Предприятие основано на территории бывшей молочной фермы. Учредители занимались этим давно, из этой области, поэтому они решили тут поставить такое производство. И продукция нашей компании в основном продается в магазинах Анапы, Темлюка, Славянской на Кубани, Крымской и в Краснодаре тоже. И поставляем в основном в пансионаты и санатории Анапского района и других районов Краснодарского края. За год удалось выйти на солидный производственный объем – 15 миллионов яиц. В планах этот показатель увеличить. У нас все автоматизировано, начиная от изготовления кормов, транспортировки, кормления птиц, сортировки и маркировки. У нас очень хорошего качества продукция. Кормовая база также местного производства, потому и яичная продукция из Юровки желанна на кухне любой рачительной хозяйки. В Португалии сегодня завершился чемпионат Европы под дзюдо среди слабовидящих спортсменов. В чемпионате участвовали более 20 стран. Россию и Анапу представлял воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 4 Анатолий Шевченко. В весовой категории до 81 килограмма спортсмен завоевал полный комплект медалей. Первое место в командном зачете, второе место в общекомандном зачете и третье место в личном первенстве. На сегодняшний день Шевченко является кандидатом на участие в Паралимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро, которые пройдут в Бразилии. А в Краснодаре на торжественной церемонии награждения победители краевых соревнований по футболу сезона 2015 медали получили сразу две анапские команды. Одна из них – возрожденная городской футбольный клуб Анапа, абсолютно чемпион Краснодарского края. Церемонию награждения начали с личных заслуг спортсменов. Именную линейку победителей возглавили игроки футбольного клуба Анапа. Лучший вратарь – Роман Холончук. Лучший защитник – Николай Олеников. Лучший полузащитник и игрок чемпионата – капитан команды Жумалдин Каратляшев. Лучшим тренером сезона признан Агоп Каланджан, который и привел к победе команду анапчан. Было много событий. Самое главное, что все больше и больше у нас жители края занимаются футболом. В разных его видах мы можем гордиться и нашими пляжниками, и футболистами мини, которые мини-футбол играют. Конечно, в очередной раз нас порадовали ветераны кубанского футбола, которые успешно выступали на различных соревнованиях и в рамках Южного федерального округа, и в рамках России. Впереди у нас очень важный, серьезный отрезок – это подготовка к чемпионату мира 2018 года. В этих мероприятиях будут задействованы, в том числе и наши города. Да, планируются и уже закреплены города, где будут базироваться футбольные команды, участники чемпионата мира. Это и город-курорт Анапа, город Геленджик, это Сочи, город Краснодар. Победителями футбольного сезона стали сразу две анапские команды. На третьем месте – команда поселка Витязева-Понтас. Обладателями серебра стала команда «Спартак» из Геленджика. Абсолютным победителем сезона 2015 и обладателем Кубка чемпионов края стал футбольный клуб «Анапа». Подходит к концу 2015 год, а это значит, что заканчивается двухгодичный период, в течение которого граждане 1967 года рождения и моложе имеют право выбрать тариф страхового взноса. Пора определиться, как формировать свои пенсионные права с накопительной частью, либо без нее, увеличив при этом свою страховую часть. За разъяснением мы обратились к начальнику управления Пенсионного фонда России в городе Анапа Георгию Колпакиди. Не будет лишним напомнить, что те граждане, которые хотя бы единожды переводили свою накопительную часть для инвестирования в негосударственный пенсионный фонд, либо управляющую компанию, не являются молчанами, и по умолчанию с 2016 года у такой категории граждан накопительная часть формироваться будет. А вот так называемые молчаны, которые никогда не подавали никаких заявлений, по умолчанию у такой категории граждан с 2016 года пенсионные права будут формироваться без накопительной части. Вся сумма, уплачиваемая работодателем, будет направляться на страховую часть. Что же сегодня посоветовать нашим гражданам? Для того, чтобы правильно принять решение, необходимо точно знать, где находится накопительная часть и какой тариф страхового износа действует на данный момент. Для этого гражданину необходимо получить выписку из индивидуального лицевого счета. Ее можно получить как обратившись лично в наше управление, так и гражданам зарегистрированного госпортали можно получить на официальном сайте пенсионного фонда через личный кабинет застрахованного лица. Имея на руках такую выписку, сотрудник пенсионного фонда может дать консультацию гражданину конкретно по его ситуации. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание наших граждан на то, что с 2015 года в Российской Федерации действует так называемая система гарантирования пенсионных вкладов. На деле это означает, что по состоянию на 31 декабря каждого года происходит расчет размера пенсионных накоплений. И если не государственный пенсионный фонд сработал, что называется, в минус, то на лицевом счете гражданина происходит отражение гарантированного восполнения. То есть происходит так называемая компенсация. Необходимо помнить, что первый такой расчет будет произведен по состоянию на 31 декабря 2016 года. При этом право на гарантированное восполнение будут иметь те граждане, которые осуществляют перевод своей накопительной части не чаще, чем один раз в 5 лет. Таким образом, граждане, подавшие заявление о досрочном переводе своей накопительной части в 2015 году, право на гарантированное восполнение не имеют. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 1 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8-9 градусов. Ночью до 10 градусов тепла. Ветер западный 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление и сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Корректор А.Кулакова